Что делают нормальные люди в 3 часа ночи? Наверное, спят. Что делаем мы? Едем на Алтай. Так, сейчас на улице... Сейчас 3 часа 52 минуты. На улице темно. И мы едем на Алтай, на... Дорога займет часов 8. Едем мы где-то уже... Полчаса, может, минут 40. Сколько мы едем уже? 40 минут. Ну, да, 40 минут. Так, мы более много... Сотни километров проехали. Вот Катунь, река. Тут дождик небольшой палил. Ну, мы остановились, надо пожрать немного. Собственно. Здесь нашлось хорошее местечко, чтобы сфотографироваться всем народом. Так, мы приехали. Собственно говоря. Давайте зайдем, что ли. Чего у нас здесь такое? Отрывай. Ну, деревенские условия, конечно, здесь. Ну и ладно. Дождик так и не проходит. Ну, так себе тут, конечно, условия. А вот этот вход... Сплывал, блин, господи. Дождик меня уже достал. Вон оттуре. Так, что у нас здесь? Что-то дом маленький какой-то. Так, кровати одни. И больше ничего нету. Печка старая. Нафиг она нам нужна. Ну и стол, холодильник, чайник. Собственно. Так. Я не буду, наверное, выходить с камерой туда, потому что под дождь. Так, там сарай, наверное, какой-то. Ладно, продолжим позже. На первые два дня мы заехали в поселок под названием Чимал. Рядом с которым протекает одноименная река. Вот. Там мы не за... Наша, так сказать, усилия. Нее сильное, это сложно было. Были вознаграждены. Такими видами. Сколько, Валь, тут высота у нас? 530 метров. 530 метров над уровнем моря. Это вот у нас... Что-то об этом думаешь обо всем? Не зря же. Я в афиге, в афиге. Такая лепота. Вот где, вот она, дорога уходит вдаль. Куда-то ночь и томат. Будет не видно, горы сзади. Вот это вот Амутный Чимал. Гэс. А вот еще выше и выше есть горы. Там, наверное, Касарь-то точно есть полтора на дуровне. Это Амутный Чимал, это Катунь, Вова. А, это Катунь? А Чимал вон впадает. Слишком это все нереально выглядит. Ты фотоешь? Да, она снимает, походу. Было достаточно много красивых мест. Развлечений, правда, было не очень много. Но все-таки они были. Одно из них, это я и трое моих друзей, покатались на лошадках. У каждого из нас был особенный конь. Мой был самый послушный. Но что еще веселее, мой отец во время прогулки случайно снял угарный ролик. Такая пост. Аполи... Аполи... Капос... Акапелли... Картинка достойная фантастических фильмов. Про миры после катастрофы. Как я уже сказал, на Чимале мы провели двое суток. Побывали в достаточно красивых местах. Было довольно интересно. 27 числа мы отправились на Селецкое озеро. Населенный пункт Ардебаш. Поехали. 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 И вот наше жилище. Второй этаж вот этот. Посмотрите, какая красота здесь. Какая красотища. Вы только посмотрите, блин. Фонтан, конечно, не брызгает, но... Так. Господи, вы только посмотрите, какая красота здесь. Вот так вот. Приехали мы достаточно поздно, поэтому мы особо ничем таким интересным не занимались. А вот на второй день на Селецком озере было довольно интересно. Мы целых шесть часов катались на катере и посмотрели несколько водопадов. Сейчас я вам покажу их. Так, дорогие друзья, мы вышли к озеру. Вот здесь катер стоит, но мы, разумеется, не влезем все туда. Так, вон там облака, вон торчат горы, даже не видно из-за них. Там катера всякие, короче, плавают. И там палатки, короче, ставят всякие, вдыхают. Мы пришли, мы сейчас катер возьмем, да поплывем. Путешествие, блин. Я чего вас снимаю, что ли? Это обалденный водопад, не так ли, да? Долго на него забирались. Кругом препятствия, камни. Ну и вот так как-то. Офигеть, да? Офигеть, красота! Это водопадище такой. Урочище Карагай, заповедник. Юг Телецкого озера. А вот, собственно, и озеро. Так, вон там яхта наша. Ну, не яхта, а катер. А вот это вот... Это вот, это вот у нас... Коряги, короче, валяются. Тут люди купаются, я смотрю, но я делать этого не буду, конечно. Я не планировал. Кто здесь... Кто в этом месте был, то пишите в комментариях. Лиза, Лиза, Лиза! На одном из водопадов мы обнаружили одно неизвестное нам насекомое. Или даже не насекомое. Видно, что у него усы раза в два больше, чем само насекомое. Если вы знаете, кто это, то напишите об этом в комментариях. 29 числа мы поехали обратно домой. Поездка получилась весьма интересной. Мы повидали много интересных мест. Простите, что не сумел снять некоторые из них. Но, тем не менее, я вам показал самые, наверное, красивые из них. Ну, а на этом, пожалуй, и все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Уступайте в сообщество ВКонтакте, я не настаиваю. Всем пока, с вами был Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok